В эфире новости день за днём в студии Олег Соловьёв. Здравствуйте! Международный день защиты детей – главное событие минувших выходных. Праздник отмечается ежегодно 1 июня, а учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением Конгресса Международной Демократической Федерации Женщин. Впервые событие отмечалось в 1950 году. Чем запомнится праздничная программа этого дня в Десногорске, смотрите в сегодняшнем выпуске. Концерты, эстафеты и хорошее настроение на площади Рывой ДЦ. Мы от всей души поздравляем вас с Международным Днём защиты детей! Яркие краски детства – мероприятие на городской эстраде. Спектакль для детей по мотивам мультфильма «Трям, здравствуйте!» Международном формате, если мы берём баскетбол, это мероприятие проводится впервые. Фестиваль по баскетболу, посвящённый Дню защиты детей. Приехали из Белоруссии, приехали по обмену опытом посмотреть на город Десногорск. Визит белорусской делегации в город Смоленских атомщиков. Долгожданное лето и начало каникул – настоящий праздник детства для всех, без исключения школьников Десногорска. 1 июня традиционную встречу с ребятами провели на площади реабилитационно-оздоровительного и досугового центра. Подробности далее. Уже традиционно 1 июня в нашем городе – это не только день защиты детей. Яркий праздник, который организовывает Смоленская атомная электростанция, можно по праву считать отправной точкой весёлому и беззаботному лету. В этот первый день каникул мы всегда традиционно проводим встречу с нашими выпускниками, вообще с детьми города Десногорска. К этой дате приурочено подведение итогов образовательной и спортивной деятельности. Честование спортсменов продолжила начальник реабилитационно-оздоровительного и досугового центра Людмила Богомолова. Хотим вручить зачётные классификационные книжки и значки всем выполнившим нормативы и требования единой всероссийской спортивной классификации. Получить спортивные разряды непросто. Огромное количество часов упорных тренировок было потрачено на достижение нужных результатов. А полученные подарки улучшат настроение и добавят стремление к новым победам подрастающих спортсменов. Награды вручили юным пловцам, которые показывают заметные успехи в этой спортивной дисциплине. Кроме этого, концерном «Росэнергатом» 2019 год был объявлен годом охраны труда. Конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» – необычное творческое испытание, целью которого было раскрытие художественного потенциала участников. Старания детей отмечены наградами. Свои подарки получили и участники коллектива «Жаворонок». Ребята стали лауреатами Гран-при 12-го международного конкурса музыкального творчества «Звуки и краски столицы». А специальный приз «Лучший преподаватель» завоевала их руководитель Эльвира Арсенова. От профсоюзного комитета «Смоленска АЭС» были вручены памятные подарки. «Наши ребята, девчата большие молодцы. Давайте мы поблагодарим их дружными. Так, а еще сильнее! А где ура! И пожелаем нам дальнейших творческих успехов!» Мероприятие продолжилось конкурсами, эстафетами и другими занятиями, среди которых каждый мог найти что-то согласно своему вкусу. Олег Соловьев, Григорий Шилин, Светлана Разганова, Десна ТВ. На городской эстраде в День защиты детей состоялся праздник «Яркие краски детства». Концертную программу, разнообразные игровые зоны и вкусные угощения юные десногорцы оценили по достоинству. Подробности в сюжете. Каждый год 1 июня во всех городах России в небо запускают белые воздушные шары, как напоминание взрослым о ценности детской жизни. В Десногорске также запустили в небо белых ангелов, в память о погибших детях. После этого началась увлекательная праздничная программа. Победители и призеры городского детского творчества «Зажги свою звезду-2019» приняли активное участие в концерте и еще раз порадовали зрителей своими задорными выступлениями. Все участники концерта получили за свои выступления сладкие подарки – шоколадные плитки и вкусные торты. Не остались без подарков и участники многочисленных викторин. Около 10 игровых площадок было организовано для десногорцев в тот день. Ребята рисовали мелками и моделировали фигурки из шаров, выдували огромные мыльные пузыри и играли в настольные игры. Особенно востребованным на праздники был аквагрим. Настроение у ребят в тот день было прекрасным, и они с радостью поздравляли друг друга с праздником. Желаю, чтобы они были здоровы, крепки, были много сил, а одноклассникам пятерки и были здоровы. А после активных спортивных эстафет, слегка проголодавшись, юные десногорцы обменяли подаренные им лотерейные билеты на сладости, сок и пирожки. Большое спасибо спонсорам нашим, которые предоставили такие замечательные призы, сладкие всем выступающим, всем детям города Десногорска. Большое спасибо администрации города Десногорска. Чудесный день, чудесное мероприятие. Спасибо волонтерам. Праздник был душевным и добрым. Детская программа затянулась надолго, и расходиться никто не спешил. Первый день лета и начало летних каникул. Десногорцы отметили на ура. Велита Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. 1 июня в Центре культуры и молодежной политики Десногорска зрители попали в сказочную страну Тилимили Трямдию, которую на их глазах сочинил добрый выдумщик-медвежонок. Подробности далее. Красочные персонажи, веселый сюжет и поучительная история. Все это ждало зрителей спектакля «Трям здравствуйте». В этом мире фантазии можно запросто придумать целую страну, где сильный не всегда побеждает, а слабый не всегда проигрывает. А при встрече с друзьями говорят «Трям здравствуйте». Сказка Сергея Козлова уже давно стала классикой. Она о многом, но главное – о верной и крепкой дружбе. Совершенно новый состав детского театра «Гном» отлично справился с задачей и идеей постановки. Медвежонок, играющий на саксофоне, задиристый ежик, взволнованный заяц. Яркие характеры персонажей были мастерски переданы со сцены. Под занавес выступления зрители ждали вкусные презенты и, конечно, хорошее настроение. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. 1 июня баскетбольный праздник «Три на три» в Десногорске проходит уже в четвертый раз. Это спортивное движение с каждым разом привлекает все больше сторонников и поклонников этого вида спорта. Подробности далее. При поддержке концерна «Росэнергоатом» и «Смоленской атомной электростанции» в молодом городе Десногорск очень много делается для развития спорта. Создаются современные площадки, проводятся различные соревнования. Одно из ярких проявлений такой деятельности – это проект планеты баскетбола «Оранжевый атом». С этого года движение началось на международном уровне. Друзья и коллеги из «Островца» Республики Беларусь стали первыми его гостями. Кроме спортивного взаимодействия есть обмен опытом и в атомной отрасли. В «Островце» корпорация «Росатом» совместно с белорусскими коллегами строит атомную станцию. В международном формате, если мы берем баскетбол, это мероприятие проводится впервые. Традиционно мы сегодня открыли четвертый раз баскетбольный марафон 3 на 3. Рамки сотрудничества нашего продолжают расширяться. Важный успех мероприятия «Планета баскетбола» в том, что движение привлекает не только детей, но и родителей. На мероприятия теперь приходят семьями. Это становится традицией и хорошим способом семейного отдыха. Такие достижения – это результат смелых экспериментов, на которые идет корпорация «Росатом» совместно с администрацией Десногорска. А Сергей Фомин, президент Федерации баскетбола Смоленской области и генеральный директор Центра подготовки «Динамо Росэнергоатом» бережно и трепетно курирует этот проект. То, что концерн «Росэнергоатом», то, что Смоленская атомная станция вместе с Центром подготовки сделали вот этот стадион – это подарок не только для детей и жителей города Десногорска, это подарок для всей Смоленской области. Слоган «На шаг впереди» лаконично описывает философию этого спортивного движения. Сегодня это один из самых активных проектов Смоленского отделения партии «Единая Россия». Воспитание молодежи и реализация ее потенциала – это задача как в рамках страны, так и в рамках отдельно взятой области. Сегодняшние соревнования закончились награждением всех участников. Но именно в таких спортивных фестивалях главное – это не победа, а участие. В баскетбольных баталиях 1 июня принимали участие и гости из Белоруссии. О том, как в Десногорске встречали учащихся и педагогов гимназии номер один города Островца, смотрите далее. Социально-спортивный проект «Планета баскетбола Оранжевый атом» стал для десногорцев буквально своим. Движение стремительно развивается, а любовь к баскетболу объединяет все больше людей. Поэтому с 30 мая и по 2 июня с дружеским визитом в Десногорск приехала делегация из белорусского города Островца. Чемпионки Гродненской области по баскетболу приняли участие в летних баскетбольных баталиях и посетили десногорские школы и сады. Встречал Десногорск белорусских спортсменов впервые, поэтому программу для них организовали насыщенную и увлекательную. Ребята смогли оценить уровень подготовки еще совсем маленьких баскетболистов – участников проекта «Оранжевый атом», воспитанников детского сада «Лесная сказка». Круто играют, им еще предстоит многому научиться, конечно, но уже молодцы. Они такие маленькие и так много умеют. Также гости посетили историко-краеведческий музей «Лица Победы» в первой школе, поучаствовали в мастер-классе по созданию арт-объекта на футболке и даже посадили сирень в знак международной дружбы. Далее гости переместили в спортивный зал третьей школы, где их удивили и порадовали своими баскетбольными навыками первоклашки. Конечно, начинающим спортсменам еще многому нужно научиться, но уже сейчас виден огромный потенциал маленьких баскетболистов. Я хочу научиться делать ведение. Мне нравится заниматься баскетболом. Мне нравятся наши мячи школьные. Вообще, я хочу научиться много чему интересного. В третьей школе реализуется проект «Единая команда за здоровый образ жизни». Участие в этом проекте формируют у детей высокую спортивную активность, физическое здоровье и любовь к баскетболу. Реализация этого проекта была бы невозможной без поддержки концерна «Росэнергоатом», который возглавляет генеральный директор Петров Андрей Ювеналевич, и Центра спортивной подготовки «Динамо Росатом». Его президентом является Фомин Сергей Геннадьевич. Спасибо огромное за помощь. Мы хотим еще сказать администрации Смоленской атомной электростанции и администрации нашего города. Посмотреть город и все его достопримечательности, познакомиться с удивительными людьми-десногорцами и узнать много нового и интересного смогла белорусская делегация всего за пару дней. По окончанию всех спортивных и культурных мероприятий они уехали, но пообещали обязательно вернуться, чтобы принять участие в следующем международном празднике. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Виталий Степанов, Светлана Розганова, Десна-ТВ. И о погоде. Во вторник, 4 июня погода в Десногорске порадует теплом и солнцем. Днем плюс 23, ночью около 13 тепла. Больше интересного на нашем сайте desnadefstv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok